Итак, добрый день. У нас очередная планерка пилотной группы. Пилотная группа у нас создана для того, чтобы быстро-быстро вырастать до статуса директора с нуля, да, за 4-6 каталогов. И сегодня у нас очередная планерочка этой пилотной группы. И тема у нас сегодня – планирование результата каталога, да. Как вообще планировать результат каталога, с чего начать. Мы сегодня будем начинать с самого начала. Будем рассматривать прям первые азы, первые шаги. И потихонечку на остальных планерках мы будем двигаться дальше, да, и будем дальше развиваться в этом же направлении. Я думаю, что у нас сегодня достаточно быстро должно получиться. Ну, в общем, посмотрим, да, как у нас получится. Ну, вот еще раз вам слайд, да, «Лето мечты», пилотная группа, напоминание о том, зачем, ради чего. Сегодня надо будет напрягаться, да. Идет лето, на улице жара, погода прекрасная. У нас, правда, вчера в Самаре был ураган вечером. Мы вот прям попали в этот ураган, да. Прям такой торнадо было, как, я не знаю, как в Америке, да, показывают там американские фильмы. Торнадо налетело. Но приблизительно точно так же это выглядело. Прям неожиданно, резко, раз, налетело торнадо. И, в общем, как бы было, в общем, ну так, не очень комфортненько, да. Просто мы в этот момент были на воде, в кораблике, причем такой маленький кораблик. И, представляете, прям все по-настоящему было. На нас надели спасательные жилеты, нас спасали. В общем, я так это... У меня был очень веселый вечер вчера. Вот. Но это совершенно не помешало сегодня быть снова вместе с вами. Знаете, ребят, я даже утонуть не имею права, потому что за мной находитесь вы. И я вам обещала помогать, я вам обещала вас научить. Поэтому, в общем-то, моя миссия в этом жизни, я так думаю, еще очень-очень надолго. Вот. И, честно говоря, я вчера даже не особо испугалась. Даже когда уже начали на нас надевать спасательные жилеты, я еще думала о том, что, да ладно, наверное, все не так страшно, как нам рассказывают, уже пугают нас, да. Но оказалось, что очень достаточно все серьезно. Ну, так вот. Итак. Значит, и для чего мы все это делаем? Да. Мы это делаем для того, чтобы вот сейчас, когда кто-то ленится, кто-то валяется на пляже, да, кто-то там в речке купается, кто-то на огороде кверху попой торчит, да, у всех свои какие-то представления об отдыхе, да. Но мы с вами, мы с вами хотим самого главного, мы хотим в дальнейшем, в будущем, да, вот мы сегодня готовы тратить свое время, мы сегодня готовы чуть меньше спать, чуть меньше отдыхать, чуть меньше расслабляться. Для чего? Вот, для того, чтобы уже на следующий год, да, уже в этом году иметь возможность отдыхать не только летом, но и зимой, да, и вот бывать вот на таких красивых, красивейших пляжах, да, получать удовольствие. И наша система работы позволяет и работать отсюда, да. То есть выделить, например, 3-5 часов в день, да, вот на таком шикарном пляже, где-нибудь, в теплой стране, когда здесь в России слякотно, когда здесь в России холодно, когда здесь в России, в общем-то, очень некомфортные условия, а в это время можно находиться совершенно в другом месте, там, где тепло, там, где хорошо, там, где комфортно, да, и при этом, в общем-то, не переставать работать, да, также выделять, например, с утра и вечера время для работы, а днем красивенько отдыхать на пляже, лежать, загорать. Как вам такая идея вот такой жизни, да? Как вам идея минимум 3-4 раза в год выезжать за границу на отдых? Как вам идея вывозить своих детей на море? Как вам идея самим наслаждаться жизнью, успевать, да, потому что надо успевать, ребята, все. Просто единственный момент, когда мы с вами стартуем, да, вот мы сейчас находимся на старте. Старт – это всегда достаточно непростой процесс, потому что надо организовать себя, надо организовать людей вокруг себя, надо организовать семью свою, да, и сказать им, ребята, у меня очень серьезный проект, и этот серьезный проект даст финансовую независимость в нашей семье, поэтому мне сегодня нужно время, мне нужно ваше понимание. Я буду сегодня чуть меньше, может быть, готовить, чуть меньше общаться с вами, чуть меньше уделять вам внимания, но это будет не всегда, это будет только вот короткий промежуток времени, да, и потом, потом мы будем с вами вместе, потом мы будем с вами вместе так часто, как мы только захотим. Мы сможем вместе отдыхать, загорать, путешествовать, мы сможем получать хорошее образование, давать образование своим детям, мы сможем купить новую квартиру, мы сможем купить новую машину. Ну, то есть каждый член семьи, у него должна быть своя цель, свое понимание, почему сегодня вы немножечко будете на другой волне, почему сегодня у вас будут немножечко другие цели и задачи. Вы это делаете не только ради себя лично, вы это делаете ради своей семьи в первую очередь. Ну, по крайней мере, у меня это так, да, я это делаю ради семьи в первую очередь. И поэтому, помните, да, я всегда говорю вот эту фразу, что нельзя съесть лавна целиком, нельзя сразу за первый месяц работы выйти на уровень дохода 150-200 тысяч и стать бриллиантным директором, но если это все разделить на маленькие-маленькие кусочки, да, и на маленькие промежутки, если запланировать короткие-короткие действия, да, небольшие действия, то, в общем-то, потихонечку и полигонечку можно одолеть любую совершенно цель, любую цель. Я вам тоже приводила пример спортсменов, да, когда приводят маленького-маленького мальчика или маленькую-маленькую девочку, им всего там 2,5-3 года, их, например, приводят в секцию фигурного катания, да, и вот сначала тренер там их учит просто стоять на коньках, они на ногах-то еще плохо стоят, да, но их сначала учат стоять на коньках, потом делать первые шажочки, потом делать очень простые легенькие прыжочки, чтобы страх убирать, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И впервые на свои крупные, большие соревнования они попадают только уже там через несколько лет, да, когда у них уже техника какая-то есть, когда у них уже мотивация внутренняя есть, когда они уже понимают, ради чего они это делают. Ребят, посмотрите, каждый спортсмен проходит вот такие вот этапы, и никому не приходит в голову в первый месяц, например, да, когда ребеночка отдали на секцию, в первый месяц ни одному родителю не приходит в голову прийти на секцию к тренеру и сказать, ну что, когда мы там участвуем уже в олимпийских играх, тут вот завтра олимпиада начинается, и сегодня у нас уже олимпиада начинается, да, тут олимпиада начинается, мы уже готовы. Вот ни один же родитель так не делает, ни один родитель, не спрашивая тренера после месяца, полугода тренировки его ребенка, ну что, мы на Олимпиаду уже готовы? Нет, да, и в нашем бизнесе это ровно точно так же, да, слава богу, у нас вот этот вот этап обучения, развития и набора тех нужных навыков и качеств, слава богу, этот этап у нас не такой длительный, да, как в спорте, например, да. Здесь все гораздо-гораздо быстрее, здесь можно за первых 4-6 каталогов понять всю суть, включиться и уже начать зарабатывать деньги, причем хорошие деньги, да, уже на следующий год поехать на свой первый банкет директоров, да, для этого нужно в 14-м каталоге открыть 22% и 7,5 тысяч баллов товарооборота. Ребят, кто хочет у нас в новом статусе поехать на банкет директоров в 2017 году, это будет юбилейный банкет, это будет 50 лет компания Reflame на рынке мира, да, и это будет совершенно потрясающе, совершенно будет уникальный банкет, да. А кто поедет, понимаете, хотят многие, а кто поедет на банкет, вот кто поедет на банкет в новом статусе, ребят, напишите, я поеду, я готов, я серьезно готов делать действия, понимаете, потому что это не просто так, никого не берут никуда за красивые глаза, никто нигде ничего не дает просто так в этой жизни, да, все надо заслужить, все надо заработать и все надо четко сделать, да, для того, чтобы получилось все правильно. Конечно же, у некоторых из вас, кто сейчас находится на этой вебинарной площадке, кто уже открыл уровень 15, 18, 22%, директор, может быть, да, у вас есть потрясающий совершенно шанс поехать на золотую конференцию, юбилейную 2017 года, вот на этих шикарнейших лайнерах. Там не шатает так, как вчера шатала на нашей лодочке, да, потому что она была маленькая, а я плавала уже в 14-м году на лайнере вместе с компанией, ребята, это целый-целый, как огромный 15-этажный дом, да, и вот он плывет по морю, и ему вообще ничего не страшно, потому что он огромный, просто огромный, реально огромный, да, и вы видели, может быть, там мои фотографии, где я такая манюсенькая, там за мной такой огромный-огромный-огромный лайнер. А тут два целых таких огромных лайнера будет, да, это шестезвездочные номера, то есть это круче, чем номера на берегу, да, это совершенно потрясающее мероприятие, которое подготовила компания, подарки, которые подготовила компания, это сразу одновременно увидеть 4, 4 вот таких вот места, да, побывать в Греции, побывать в Турции, побывать в Риме, и закончится это все в Афинах потрясающим совершенно банкетом, да, под открытым небом, а Афины – это место героев, это место, где зародились Олимпийские игры, да, это место, где зародилось мужество, и где впервые люди осознали и поняли, что самое яркое, самое сильное преодоление, которое может совершить человек, это преодоление самого себя, самого себя, своих каких-то тараканов, да, в голове у каждого человека живет толпище тараканов, и вот их надо потихонечку оттуда вытравлять прямо, понимаете, уничтожать, убирать, делать все, чтобы они из этой головы, в общем-то, куда-то убегали, да, и чем дальше, тем лучше. И вот, пожалуйста, мы как раз переходим с вами к самому важному, да, так как же, как же стать директором компании Reflame? На самом деле вариантов огромное множество, и на самом деле, когда вы все приходите к нам в команду, в наш бизнес, ну, лично я, например, всегда людям говорю о том, что вы не в найм пришли, вы не пришли сюда для того, чтобы бегать, показывать каталоги и продавать баночки, вы не пришли сюда для того, чтобы просто числиться в этой компании, ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь, да, я стараюсь донести эту информацию, вы пришли сюда для того, чтобы стать настоящим индивидуальным предпринимателем. В самом слове предприниматель заложен глагол предприниматель, то есть делать, делать действия, делать действия такие, чтобы вы, знаете, находили выход из любой ситуации, из любой. Безвыходных ситуаций не бывает в принципе никогда, да, из каждой ситуации есть выход однозначный, и чаще всего это не один, а даже несколько выходов. И даже есть такая шутка, да, что даже если вас съели, то у вас как минимум осталось еще два выхода, да, вот, поэтому, ребята, выход есть всегда, и люди, которые готовы предпринимать действия, у них обязательно получится результат, потому что по-другому просто не может быть. Итак, что же нужно сделать? Ну, вот на самом деле достаточно пригласить всего 50 партнеров, которые будут вместе с вами делать заказы по 150 баллов в каталог. Если вы 50 умножите на 150, то у вас как раз и получится 7,5 тысяч баллов. Это и есть директорский объем. И я знаю людей в нашей компании, которые вот эту работу делали за неделю. Ребят, за неделю с момента прихода в компании, то есть они просто спрашивали, что конкретно нужно делать, объясните мне четко. И когда человеку четко объясняли, он говорит, тебе нужно сделать товарооборот 7500. Он говорит, понял, как? Технику покажите. Ему говорили, тебе нужно 50 партнеров, которые сделают по 150 баллов. И такой человек говорит, понял, как вот конкретно теперь мне нужно? И ему объясняли, что конкретно надо на собеседование со спонсором выводить этих людей. Если ты проведешь за 3 дня 150 предложений сделаешь, то половина людей согласятся, это где-то 75 человек. И, соответственно, половина, две трети, если ты знакомы, из них включится. Все. И человек говорил, я понял, хорошо. И в течение недели выходил на этот объем. И в нашей организации такие случаи тоже были. То есть это просто от того, что человек не рассуждал, не пугался, не думал на тему, а вообще как, а получится, а не получится. Он просто спрашивал, скажите конкретно, какие нужно сделать действия, четко конкретно их делал. Зачем он это делал? Что вы получите, если проделаете эту работу? Вы получите уровень 22%, вы откроете ИП, индивидуальное предпринимательство, и с этой минуты, каждые 21, ваш доход будет перечислять вам компания на расчетный счет в банке. Что это означает для вас? Это означает для вас, что этот доход будет белый. То есть, другими словами, у вас будет идти стаж, вы будете платить пенсионный фонд, и у вас будет идти вот такой вот белый доход. Ну, я не хочу это называть заработной платой, это не заработная плата у нас, да, это у нас доход. И у вас будет идти доход 20-30 тысяч рублей каждые три недели, ребят, понимаете? И этот доход, если вы будете правильно подносить информацию, правильно развиваться в правильном направлении, этот доход с каждым каталогом будет только расти. Представьте себе, что уже через 4-6 каталогов вы зарабатываете каждые три недели 20-30 тысяч рублей для начала. Кому эта идея нравится, ребят, поставьте восклицательные знаки. Кто хотел бы уже зарабатывать 20-30, а кто уже зарабатывает из присутствующих, да, кто хотел бы удвоить, удвоить этот результат? Отлично. Есть такие люди, кто хотят, я, например, тоже очень хочу, да. Поэтому смотрите, о чем нам надо с вами задуматься, да. Нам с вами, каждому, каждому из нас нужно для начала пригласить к себе команду двух-трех активных партнеров, которые начнут делать личные 150 баллов, и повторять ваши действия по приглашению обучению новичков. То есть смотрите, у нас такой бизнес, у нас бизнес дублицирования. Что это означает? Вот на первом этапе у каждого человека, особенно у новичков, первая пугающая их проблема, которая им кажется реальной проблемой, это где брать людей, да. То есть когда, например, я говорю, там 50 человек по 150 баллов, да, или 75 человек по 100 баллов, или 250 человек по 50, ой, 150 человек по 50 баллов, да. То есть вот я начинаю с этими цифрами говорить, человек пугается, пугается, пугается. Он говорит, боже мой, это сколько, это где я возьму, у меня нет такого количества знакомых. Ну, во-первых, у каждого из вас минимум, минимум 150 знакомых есть, точно, у каждого, абсолютно. Это уже все психологи, все практики, вообще все-все-все-все до единого, кто занимается такими вопросами, уже доказали, что окружение каждого человека, 150 знакомых, с которыми он прям реально здоровый, прям реально этих людей знает, 500 человек, которые его знают, ну, кого-то он знает, кого-то он не знает, 500 человек знают каждого из вас, и где-то порядка 5000 человек, с которым вы можете познакомиться достаточно быстро, используя вот эту вот методику, там, трех рукопожатия, да, то есть вы знаете вот этого человека, он знает вот этого, а тот знает еще вот этого, все. Вот вы можете до этого третьего дойти моментально практически, и таким образом у вас 5000 людей вокруг вас. Ребят, нам для того, чтобы сделать первый результат, выйти на 7500, нужно всего первых 50 человек. Мы можем из этих 5000 первых 50 быстренько найти, если есть цель, конечно, понимаете, если цели нет, мы вообще ничего не можем в этой жизни, но если есть цель, то 50 человек из 5000, в общем-то, найти вообще не является никакой проблемой. И вот у новичка вот это как раз и не срабатывает, да, он не понимает вот этот закон трех рукопожатия, он не понимает, вот он не верит уже даже в 500 знакомых, которые знают его, да, они тоже знакомы, просто людей, которые знают вас, а уж 5000 у него вообще в голове не укладывается, он думает, что это все так, голые слова. На самом деле ничего подобного, эта система работает совершенно замечательно, совершенно замечательно, дает фантастические результаты и очень-очень-очень быстро. То есть вообще-то, вообще-то на товарооборот 7500 баллов при очень-очень сильном жгучем желании можно выйти за один каталог. Представляете, а я говорю вам 4-6. То есть мы вам даем время на раскачку. Так вот, для того, чтобы начать это дело, да, нужно пригласить вот этих вот первых людей. Кто будут эти первые люди? Это может быть кто угодно, это может быть ваши родственники, это могут ваши знакомые соцсетей быть, это могут быть ваши друзья. Старайтесь всегда первых людей приглашать с теплого рынка, то есть своих знакомых. Почему? Потому что они вам доверяют, потому что вы утеплились уже, потому что вам не нужно будет к ним находить долгих-долгих-долгих витеватых подходов, да, потому что им не нужно будет привыкать к вам, вам не нужно будет привыкать к ним. Вы будете сразу идти в одну ногу, да, и вы сразу будете находиться на одной волне. Как только вы им объясните суть, они поймут, да. Соответственно, вот у вас включились 2-3 активных именно партнера, да, и для этого надо позвать 15-20 человек из своего окружения. И вот 2-3 из них станут очень активными партнерами, которые сразу так же, как и вы, начнут делать личные 150 баллов и начнут повторять ваши действия, то есть начнут так же приглашать активных партнеров уже к себе в команду. И они тоже пригласят 2-3 активных партнеров. Таким образом, вы за один каталожный период уже наберете команду, это не с вашей личной подачей, вы должны сейчас понять, да, а вы пригласили, и эти люди тоже пригласили, да, и вы наберете вот эту первую активную командочку, самую первую. Вот, главное, чтобы в этой командочке были все настроены на успех, да. Сейчас, сейчас, вот, есть такое тоже еще выражение, видели ли вы негативиста на взлете? Негативщика, негативщика на взлете. Видел кто-нибудь когда-нибудь негативщика, который ни во что не верит, во всем сомневается, на взлете? Никогда. Правда же? Ни одно изобретение, ни одно важное для нашего общества, там, я не знаю, что это касается, это касается разных сфер, да, ничего, в общем, в этой жизни не появилось из ниоткуда. За этим всегда стояли люди, да. Кому-то первому пришла в голову эта идея, он начинал пробивать эту идею, он начинал над этой идеей думать, он начинал эту идею ставить во голову угла, и, соответственно, он начинал испытывать, испытывать различные варианты, да, для того, чтобы эта идея состоялась. Так появилось вообще в нашей жизни все, ребят. Если бы не было людей, которые продвигают идеи, мы бы до сих пор жили в пещерах, бегали бы в шкурах, кстати, одеть шкуры это тоже была чья-то идея, да, значит, бегали бы голые, и, в общем-то, до сих пор костер зажигали, там палочками крутили, да, вот. Именно потому, что постоянно, постоянно, постоянно на эту землю приходят люди, у которых есть идеи, именно поэтому земля развивается, именно поэтому все вокруг нас развивается, да, именно поэтому в нашей жизни появляется столько всего интересного и фантастического, да. Когда я родилась, только-только-только появились там телевизоры в каждой семье, да, и то они были черно-белые, да, не было цветных телевизоров, представляете? Вот когда я родилась, не было цветных телевизоров, и первый цветной телевизор я увидела, мне, наверное, было уже лет 10, вот так вот как-то. Вот. Опять же, у кого-то появилась идея раскрасить, да, появились цветные телевизоры. Если бы мне тогда сказали, что мы будем вот так вот, вот как я сейчас сижу, говорю, и меня слышат 20 человек, и еще какое-то количество человек потом в записи это все посмотрят, вы не представляете, да, что это вот что я должна была подумать, да. Я бы решила, что меня обманывают, что это фантастика, и такого не бывает, что человек, наверное, какой-то фантастический книг не читался, да. Но, ребят, вот сейчас это происходит. Мы вчера были на Wellness дне, ко мне подходили новички, мы начинали с ними знакомиться, и некоторые из них говорили, «А мы вас знаем, мы вас уже видели». Я смеялась и говорила, «В телевизоре что вы видели?» А они говорили, «Ну да». Ну, то есть вот на вебинарах они меня видели. Я-то вас не вижу, да, я-то не знаю, где вы, что вы, чем вы сейчас занимаетесь конкретно, да. Ну, я надеюсь, что вы меня слушаете. Вот. А новички подходили и говорили, «А мы вас знаем уже». Нам еще буквально там 5 лет назад такое и не снилось. Мы для того, чтобы познакомиться с новичком другого региона, поехать должны были в этот регион, да, если это был интересный человек. Поэтому посмотрите, как все быстро меняется. И это все благодаря тому, что всегда есть люди, которые идут на шаг впереди. Всегда. И всегда за ними будут идти новые люди, потому что всегда интересны те, с кем интересны, да. Поэтому, ребята, наша с вами задача, фокус наш, да, быстро, быстро учиться делать результаты. Если вы еще не директор, быстро выйдите на статус директора, потому что вся энергия идет в самом начале. И, конечно же, при таком подходе быстрый рост будет гарантирован, спасибо, быстрый рост будет гарантирован и вам, и вашим партнерам, да. И вы можете каждому человеку говорить, что, приходя в нашу команду, мы гарантируем тебе быстрый рост развития, но только при одном условии, если ты будешь четко выполнять все те действия, которые я тебе буду проговаривать. Итак, первое действие для новичка. Вот он к нам с вами пришел, у него есть два самых важных момента. Прям важных, важных, важных. И это я сейчас говорю, если у нас здесь есть новички, значит, это для вас. Если у нас здесь, в основном, я смотрю, директора и менеджеры, значит, это для ваших новичков, и это тоже для вас. То есть, как вот мне поговорить с новичком? Вот я вот так сейчас с вами буду разговаривать. Как мне поговорить с новичком, чтобы он меня услышал, чтобы он меня понял, какие мне нужно в первый же каталожный период с момента прихода поставить перед ним цели и задачи, и каким образом мне нужно скоммуницировать его действия, понимаете? То есть вот это очень-очень важные моменты, по которым вот сейчас мы быстренько пробежимся. Итак, первое, да, первую цель, которую я ставлю перед человеком, я каждому человеку, как только он пришел ко мне в команду, я ставлю перед ним цель, первый же каталожный период, с которым мы начали сотрудничать, постараться выйти на 9%. Это абсолютно реально, это более чем возможно, это делают тысячи людей, тысячи. С момента, вот как только пришли в компанию, они сразу же выходят на какой-то уровень, 9 бывает и больше, да? Итак, что же такое 9%? Мой новичок должен об этом знать, это 900 баллов. Поэтому задача спонсора – рассказать маркетинг-план. То есть рассказать, что 150 баллов – это 3%, 450 баллов – это 6%, 900 баллов – это 9%, 1800 баллов – это 12%, 3000 баллов – это 15%, 5000 баллов – это 17%, 7500 баллов – это 22%. То есть вы должны нарисовать человеку эту схему и расписать ему прямо на листочке, каким образом за вот такой вот небольшой совершенно срок, за 4 каталога, он сделает 7500 баллов оборота вместе со своей командой. И мы начинаем, вот знаете, как мы сначала, как мы ставим цель, каким образом? Мы ему сначала расписываем дальний итог, да? Вот смотри, наша с тобой задача в 14 каталоге – выйти на 22%. Это 7500 баллов товарооборота, это либо 50 человек по 150 баллов, либо 75 человек по 100 баллов, да? Либо 150 человек по 50 баллов. То есть вариантов разных есть, да? Ты предприниматель, вот ты думай, какой вариант для тебя лично более подпочтительный. Итак, 9% – 900 баллов. И мы с ним говорим о том, что не пугайся, нам это нужно сделать не за один день. У нас есть 4 каталожные периода для того, чтобы сделать этот результат. И давайте теперь мы разделим это на 4 каталожные периода и посмотрим. А вот в этом конкретно взятом каталоге, если ты новичок, что сейчас нам нужно сделать для того, чтобы стартануть так, чтобы успеть в 14 каталоге открыть вот эти 22%. А в текущем, в 11 каталоге, нам с тобой нужно сделать 9%. Это 900 баллов групповых. Как мы с тобой их будем делать? Очень просто. 150 баллов личный обязательно. Следующий слайд, мы как раз поговорим про это, да? Плюс 750 баллов по группе. Опять же, опять же, если ты научишься делать личные 150 баллов, ты сможешь 5 человек из своей командочки научить так же, как и ты, делать 150 баллов. Вот и получилось 750. Смотри, как здорово. Они сделали свой товарооборот, ты сделал товарооборот, но все это вместе суммировалось, и у нас с тобой получилось выйти на 10%. И ты вошел уже в менеджерскую команду. То есть компания уже тебя посчитала как менеджера, как потенциального директора. Она уже тебя занесла в списочки на банкет потенциальных участников. Она у тебя занесла уже в списочки на менеджерскую конференцию. Она уже тебя занесла в списочки на получение премий с уровня директора, да? Она тебя уже занесла в кучу всяких разных списочков, Потому что ты для нее интересен, она видит, что ты активен, и она видит, она это компания, да, компания видит, что ты перспективный человек, и она видит уже в тебе будущий потенциал, будущее своего директора, да. Поэтому задача каждого новичка и задача каждого спонсора этого новичка включиться самому в активную работу и включить новичка в активную работу, плюс с этим новичком минимум за первую неделю пригласить первых пять человек. За первую неделю пригласить первых пять человек. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня сейчас услышали, поняли, и вы как бы вот осознанно понимаете, о чем я вам сейчас рассказываю. Отлично, хорошо, хорошо. Эта задача достаточно простая, хочу я вам сказать. Мне вообще нет ничего сложного, абсолютно. Все вот находится в нашей голове с вами, да? Итак, вот, пожалуйста, да, и вы тут прям вот сразу же, вы наткнетесь на следующий вопрос вашего новичка, а как же мне сделать личные 150 баллов, да? То есть вот они пошагово возникают, эти вопросы, мы пошагово будем решать эти вопросы. Итак, а как же мне сделать личные 150 баллов, которые нужно научиться делать сразу же в первый каталог? Потому что это очень важно, да? А почему важно? Почему? Вот вы всегда должны объяснять человеку с точки зрения, чтобы он мозгами понимал. Понимаете, 150 баллов на самом деле делается мозгами. Не ногами, а мозгами. Обращаю ваше внимание, ребят, для того, чтобы сделать 150 баллов, на самом деле никуда бежать особо не надо. Не надо. Надо просто включить голову. В этой голове должен быть пункт 1 – это мне нужно, а пункт 2 – зачем мне это нужно, пункт 3 – я это однозначно делаю, вопрос как. Все. Вот только так, да? По-другому этот вопрос не решается. И решение этого вопроса нельзя откладывать. Потому что если вы, например, боитесь пугнуть, и вы, например, боитесь сказать про 150 баллов, вот вы юлите, и вот вы прямо вот как уж на сковородке вертитесь, да? Ну да, вроде надо, но в принципе, если ты не сделаешь, не страшно. Да страшно, ребят, страшно, потому что если он не сделает, сам лично не научится делать 150 баллов, то как он будет учить своих партнеров? Я так объясняю человеку. Ты в бизнес пришел или ты пришел просто так? Если он говорит, я пришел в бизнес, я хочу зарабатывать, тогда тебе надо научиться тому, чему ты будешь учить своих партнеров. Тебе надо научиться делать 150 баллов, потому что ты будешь учить этому своих партнеров. А как ты их будешь учить, если ты сам этого не сделал, да? У нас бизнес дублицирования, у нас бизнес повторения. У нас каждый следующий человек повторяет предыдущего. А теперь представьте себе ситуацию, что все предыдущие не могут, например, делать 150 баллов. И что? Приглашают, может быть, там тысячу людей в организацию, но никто не делает личный товарооборот. И что? Кому нужны такие приглашения, да? Кому нужна организация, по которой вообще не прокатывается никакой товарооборот. Итак, какие варианты, да? Нам с вами научиться делать личные 150 баллов, научиться это делать легко. Вот это самое главное, да? Помните, я вам вот на предыдущем, в среду, да, когда мы проводили вот такую планерку, я вам говорила о том, что очень важный момент, это так, 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 так. 150 баллов, да, я вам с вами говорю, я вам что-то хотела, какую-то вещь сказать вам. А, вспомнила, этот, давала я вам расписание дня, да, и очень важный момент, сделать, научиться делать так свои 150 баллов, чтобы делать их в нулевой день каталога, и больше следующие три недели на эту тему вообще не думать. Совсем. Вообще не заморачиваться, понимаете, да? Вот это очень важный момент. Значит, для этого что нужно? Ну, во-первых, нужно знать продукт, да? Вот элементарно, как узнать продукт? Вот как новичку вообще узнать продукт, да? Вот каталог. Как узнать продукт? Ребят, у нас каталог сделан, как глянцевый журнал. Когда мы его открываем, когда мы его открываем, у нас везде идут вот аннотации, да, что-то здесь написано. Вот мы открыли, например, вот этот набор. Слева у нас написано, набор «Золотая мечта», куда входит то-то, 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 «Закажи роскошный набор, всего за 499 рублей, предназначенный заказ на 990 рублей». Крупно, чётко, это прочитали слалково. Но переведите, сзади, взгляд вправо, и мы смотрим, а что же входит в этот набор? И тут написано, «Увлажняющий крем для рук, молоко, мёд, золотая серия, содержит натуральные экстраты молока, мёда, увлажняет, питает кожу, делает её упругой, бархатистой». «Ультраудлиняющая тушь на ресниц Джордани Голл». Это стойкая тушь, создает идеально разделённые и невероятно длинные ресницы по результатам потребительского тестирования с участием 74-х женщин. Туалетная вода и Клауфембини спрей – это классический цветочный древесный аромат с элегантными нотками жасмина в удобной минимум покупки. То есть, смотрите, в принципе, в принципе, вот даже человек никогда в жизни этими тремя продуктами не пользовался, например, вот он новичок. Но если он хотя бы прочитает аннотации каталогу, вот они под каждым, 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 вот на странице 6 многофункциональное средство, специально смягчающие средства наши любимые. Справа, да, там цена стоит. Все туда, конечно, посмотрели. Но вы переведите взгляд налево, а тут написано «Ощути нежность розовых лепестков, сладость меда и сочность чёрной смородины». Многофункциональное средство, эффективно смягчает сухие участки кожи, локти, ступни, губы, кутикулу, увлажняет, питает, минимизирует гусиные лапки вокруг глаз, ещё и можно сюда наносить, да, содержит пчелиный воск, удерживает влагу в коже. Ребят, и так далее. Вот и так далее. То есть везде, везде написано, что делает, как делает, консистенция написана. Иногда нам звонят и говорят, а вот там сумка, она какая? Там написаны размеры. Ты возьми сантиметровую ленту, да, и вот прикинь, какая она. То есть, понимаете, да, хотя бы для начала почитайте аннотации. Это уже огромный шаг впереди. Вообще, вот из присутствующих сейчас, да, партнёров на вот нашей планёрочке, кто может чётко сказать, что он хотя бы один раз все аннотации прочитал ко всем абсолютно продуктам? Вот есть такие, кто хотя бы один раз прочитал аннотации ко всем продуктам? Хотя вот это самый элементарный, самый первый шаг, да, вот никто ничего, вот. Я нет, вот пишет Эльвира, да, честно причём. Причём Эльвира, например, совершенно потрясающий продавец, к тому же, да, помимо того, что она отличный лидер, она ещё совершенно потрясающий продавец. Видите, видите? Вот, то есть смотрите, да, казалось бы, да, вот элементарный первый шаг. Сделай это сам и просто расскажи об этом новичку, и у него отпадёт, вы знаете, 80% вопросов, потому что в каталог, каталог делают профессионалы, люди, которые специально обученные, да, вот это всё делая, да, писать вот эти аннотации и так далее, и тому подобное. Ребята, обращаю ваше внимание. Дальше. Конечно же, важно смотреть продуктовые вебинары, которые проходят как в структуре, так и от компании. От компании вебинары на электронную почту вам присылают ссылочку. Выходите, они очень-очень интересны, там очень много фишечек всяких разных рассказывают, да. Посмотрите, слушайте эти вебинары, потом всегда кидают, где можно взять запись этого вебинара. Не можете посмотреть в то время, когда идёт вебинар, смотрите, пожалуйста, записи вебинара, да. Но самое главное изучать, да. Дальше. Читать рассылку в чатах. У нас бесконечно в чатах идёт информация по продукции. Вот вчера мы были на wellness-дне и кидали, 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 кидали в чатах wellness-информацию, да, много. Истории кидали, информацию кидали, о продуктах кидали. Вот. Читать надо это всё, да. Мы для кого вот это всё пишем? Для того, чтобы вы это всё читали. Дальше. Вот как раз изучить wellness-продукцию. Почему? Да просто потому, что, ребят, я вам хочу сказать, вот важную-важную-важную очень вещь. Дело в том, что мы можем прожить эту жизнь по-разному. Очень по-разному. Как с точки зрения личной эффективности, да, так и с точки зрения личного здоровья. Мы можем эту жизнь прожить, как все. Ну, вы знаете, когда врачи уже, если, например, человек 50-60 лет, человек обращается к врачу, а у нас, вот так принято, у нас врачи говорят, а что вы хотели в этом возрасте? Путешествовать я хотел, знаете ли, да? Жить здоровой, активной, полноценной жизнью я хотел. Я умирать-то вообще не собираюсь ещё. Вообще-вообще совсем-совсем даже чуть-чуть. Понимаете? Вот, поэтому, а что для этого нужно, ребят? Вот по врачам бегать, это вообще не вариант. Врачи, они убирают симптомы, но они не убирают причину. Нужно самому следить за своим здоровьем. Нужно искоренить вредные привычки. И нужно добавить в свой рацион ежедневные wellness-продукты, да. Коктейли, витамины, супы, батончики, wellness-продукты. Нужно дополнить в свой ежедневный рацион. И когда мне человек говорит, о, это же так дорого, это же вот что же, вот коктейль там 2000 стоит, это что же мне 2000 надо отдать? Я вот всегда задаю вопрос, слушай, у тебя муж курит или ты сама куришь? Бывает, только муж курит, например, потом мы вместе курим, да. Сколько сегодня стоит пачка сигарет? Они говорят, ну, от 150, ну, такие больные, приличные. Я говорю, в месяце 30 дней. Ты в месяц только один человек в семье, 4,5 тысячи отдает за то, чтобы угробить собственное здоровье. 4,5 тысячи рублей человек легко, не дрожащей рукой отдает для того, чтобы угробить собственное здоровье. Если курят, например, оба члена семьи, ну, то есть муж и жена, 9 тысяч семейного бюджета отдается на то, чтобы угробить собственное здоровье. А 2000, значит, нет для того, чтобы твое здоровье было всегда вместе с тобой, да, чтобы не растерять собственное здоровье. Ребята, это просто правильное, ну, правильное объяснение, да. Порция коктейля, вот у нас вчера на Велонос Дне проводился такой конкурс, Велонос Закупка назывался, да, и нам приготовили 6 порти, 6 разных видов вариантов с нашим коктейлем. Боже мой, вкуснотища невероятнейшая, невероятнейшая. И на каждую порцию ставилась цена, да, а сколько же это стоит? Ребята, вот порцию, коктейль, который делали наши, вот девчонки, наша команда, да, на шоколадном коктейле они добавили грецкий орех, как сейчас я помню, да, кофе добавили молотый. Что у вас там еще было, напишите, если что-то забыла. Вот, вкуснотища невероятно, просто за уши не оттащишь. Их коктейль кончился самый-самый-самый первый, потому что все выпили и съели, потому что очень вкусно, просто очень вкусно. А, молоко, да, все это на молоке, конечно же. Вот, очень вкусно, и полезно, и сытно. И вот, и организм сразу все получил, все питательные вещества, плюс ВЛСП, как вы выпили, все, вот ваш организм полностью получил все питательные вещества. И порция этого коктейля стоила что-то порядка 100 рублей. 100 рублей, ребят, 100 рублей в день на личное здоровье. Это что, деньги? О чем мы вообще разговариваем, да? Вот, поэтому надо изучить ВЛСП продукцию. А для директоров и менеджеров я хочу сказать, на сегодняшний день в нашей организации только приблизительно 20% людей хотя бы себе хоть что-нибудь берут из направления ВЛС. Хотя бы себе. Это уже зарегистрированные люди, это люди, которые делают заказы, только 20% из них. Каждый пятый только консультант хоть что-нибудь покупает себе из направления ВЛС. Если у нас хотя бы половина консультантов начнут брать для себя из направления ВЛС, каждый из вас повысит свой статус на два пункта, ребят. А если у вас каждый консультант вашей организации начнет хоть что-нибудь брать себе из направления ВЛС, вы все откроете статус золотых директоров как минимум. Потому что вот так вырастет товарооборот. Потому что один коктейльчик, например, у нас сразу 50 баллов, один ВЛСП еще 50 баллов. Вот 100 баллов, пожалуйста, добавил с человека. Если, например, человек изучил продукцию ВЛС, для него сделать 150 баллов вообще не является никакой проблемой в принципе. Потому что он, начиная следить за своим здоровьем, он берет себе ВЛСПК и коктейль, да, это уже 100 баллов. И плюс он просто заходит в ванну, в комнату, вот как я, например, новичку объясняю, да. Или, например, конец каталога, смотрю, человек заказ не сместил. Звоню, пишу, почему нет заказа, он мне говорит, денег нету. Я говорю, в мозгах ошибка. Ошибка в мозгах, сбой программы. Зайди сейчас в ванную комнату к себе, открой свои шкафчики, ящички и посмотри, а что тебе по-любому придется покупать в ближайшие пару недель просто по той причине, что оно закончится. Ну, потому что, если, например, кончится зубная паста, вы же не сможете, выходя в общество, всем рассказывать, что у вас не хватило денег на новую зубную пасту, потому что, когда вы будете открывать рот, вас уже никто не захочет слушать, да, если зубы не чищены. Вот. То же самое, например, с небытой головой вы не будете ходить. То же самое, там, вообще не приняв душ. Ну, то есть какие-то вещи, которые все равно надо купить, понимаете. Это у людей просто в голове, ну, какой-то, я не знаю, какой-то странный стереотип идет, да, какое-то непонимание. Они, придя к нам и услышат, например, идею бизнеса, они говорят, да, меня идея бизнеса заинтересовала. Ну, когда доходит до 150 пафа, они говорят, ой, ай, караун кошмар, что же это такое. А на самом-то деле, на самом-то деле, завтра, послезавтра этот же самый человек пойдет в магазин, Вашан, Магнит Косметикс, еще куда-то, и возьмет там с полочки все те самые, ну, те же самые с точки зрения наименования, да, не состава качества продукции, а наименования. Возьмутся все самые вещи, которые, в общем-то, они представлены в его каталоге, они есть у него в его электронном магазине. Просто он пока, это у него в голове не схлопнулась эта картинка, ребят, понимаете. То есть у него в голове пока это все не состыковалось. У него вот эти деньги, которые он относил раньше в магазины, где он покупал вот эти все вещи, у него эти деньги так и остались в мозгах в магазине, да. Он не понял, что это те же самые денежки, надо просто взять из оттуда и перенести вот сюда, себе же, себе же в товарооборот, и еще на этом зарабатывать. Вот и вся разница, понимаете. Ничего в этом сложного нет. Не на wellness или им деньги жалко, они не понимают, значит, ты не донесла до них информацию. И на wellness деньги не жалко, если ты правильно донесешь информацию. Дальше. Иметь 5-10 каталогов. Вот я вообще всегда рекомендую новичкам, даже онлайнщикам, не отказываться от каталогов. Почему? Потому что если у тебя есть каталоги, у тебя всегда есть возможность кому-то их показать, продемонстрировать. Если у тебя каталога нету, что ты покажешь, да? Ну, понятно, ты можешь в электронном виде куда-то что-то там скинуть, ссылочку на электронный каталог. Ну, вдруг ты вот, мамочка, ты вышла погулять с ребеночком, да? Вот тебе твоя подружка навстречу, или такая же мамочка на площадке сидит рядышком, да? А у тебя нету каталога, ты даже показать не можешь. Так бы вы полистали каталог, поболтали бы с женских штучек всяких разных, да? А ты сидишь и ничего сделать не можешь, и мозги на эту тему не работают, понимаете? Вот тут вот все начинается. Включайте мозги, пожалуйста, включайте мозги. Помните о том, что вы преприниматели. Поэтому обязательно включаем мозг, это обязательно условие. Ну и, конечно же, вот как я новичку рекомендую вообще научиться делать первые заказы. Самый элементарный, самый простой способ – это сделать это в форме помощи. То есть организовать совместную покупку со своими друзьями и родственниками. То есть смотрите как, вы просто звоните своим друзьям и родственникам, говорите, я тут начал новый бизнес, мне нужна твоя помощь. У нас очень классный продукт, он очень хороший, высокого качества, по очень доступной цене. И у меня к тебе просьба, давай вот все, что ты покупал в магазине, ты не будешь покупать в магазине, а будешь брать у меня. Я тебе отдам это все, да, и я ручаюсь, что тебе понравится, я тебе порекомендую самые лучшие вещи. Просто давай, ну помоги мне сделать первые шаги в бизнесе, да. Глядишь, потом тебе тоже это заинтересует, я тебе тоже потом когда-нибудь помогу. Поэтому, ребята, не бойтесь просить помощи. Люди очень отзывчивы на помощь. Они с удовольствием оказывают помощь и поддержку другому человеку. Это самые-самые простые способы, как научиться делать 150 баллов. Итак, как же построить группу 9% за каталог, да. Значит, давайте подводим итог. Пригласить 5 человек и научить их делать 150 баллов. Как пригласить? Это 100% фокус на рекрутинг. Мы все время должны думать о рекрутинге. Причем, знаете, как мозги должны постоянно думать о рекрутинге. То есть, мы сели у компьютера не просто для того, чтобы смотреть странички в соцсетях, а в смысле у нас мысль рекрутинг. Мы вышли на улицу гулять с ребенком, у нас мысль рекрутинг. Не просто так болтаем ни о чем на скамеечке, а болтаем по делу, да. В правильном направлении болтаем. Мы пошли куда-то в какое-то учреждение, у нас мысль рекрутинг, да. Все должно быть заточено на эту мысль. Поэтому должны быть ежедневные действия для рекрутинга. И, конечно же, если вы хотите именно быстрый результат, то это отработка именно теплого рынка. 3-5 контактов ежедневных телефонов и собеседований со спонсором. Каждый день, каждый день, каждый день. Сначала ваши личные. Когда закончатся ваши личные, уже тем людям, которые приняли предложение, будем объяснять то же самое. Следующие пошли, потом следующие, потом следующие. Это история бесконечная. Но при этом по пути вы уже делаете 10 страниц в соцсетях для того, чтобы впоследствии отрабатывать холодный рынок, да, холодные контакты. И, конечно же, конечно же, еще раз повторяю, самое важное, каждый день назначать 3-5 собеседований со спонсором. Каждый день, в обязательном порядке. У нас в чате бриллиантики люди прямо пишут, где, откуда, какие у них регистрации. Итог, да, 3-5 созвонов ежедневно дадут вам 1-3 регистрации в день. В день. Помните, да, мы цель перед каждым ставили? Одна регистрация в день с личной подачей обязательно. Обязательно, да. Вот я видела, там Марина Рыбина написала, что у нее за вчерашний день 5 регистраций. Вот. Значит, с сегодняшнего дня одна регистрация все равно не отменяется. Да, не так, что у нас прошло вчера 5 регистраций, мы сели расслабились, да, типа, ну вот, я уже за 5 дней сразу отработал. Нет, вспоминаем предыдущие 5 дней. А было каждый раз по 5 регистраций? Не было. Значит, все, все равно план остается тот же самый. Одна регистрация в день обязательно. Но лучше 1-3 регистрации в день. Если делать 1-3 регистрации в день, то за каталог вам придут 20-60 человек. Да, просто придут, присоединятся к вам. 50% из них включатся, то есть делают первый квалификационный заказ. А остальные 50% разделятся, то есть 25% включатся позже, а еще 25% вообще никогда не включатся. Поэтому никогда не парьтесь на эту тему. Мы всегда, мы не заставляем человека быть активным, а мы ищем активных от природы людей, да. И, соответственно, из 10-30 человек, которые будут приходить в каталог, в вашу команду, 1-2 партнера, которые 100% начнут выполнять ваши действия, да. То есть, а какие действия? Еще раз, да, они начнут делать личные 150 баллов. Обязательно начнут, самое главное, приглашать людей. Вот 1-2 партнера такие в каталог у вас будут находиться. Таким образом, вы будете выстраивать вот эти вот веточки, да, группочки, и, соответственно, будете продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому, ребят, я хочу вам сказать, я вам уже в прошлый раз это говорила, еще раз вам хочу сказать, все дело в вашей голове. Вот Оля пишет сейчас, им на вылаз денег жалко. Нет, Оля, это тебе в голове, у тебя пунктик стоит, что им на вылаз денег жалко. А я, например, знаю, да, и вчера ты тоже это видела прекрасно, и мы все видели прекрасно. У Ани Горбачева приехала вот эта семейная пара на вылаз день, 75-79 лет, да, бабушка с дедушкой активной, жизнерадостной, энергичной, пританцовой была, бабулечка там скакала прямо на сцене, просто прыгала, как козочка. Ребят, 75 лет она скачет, скачет, просто подпрыгивает и скачет. Это человек инсулинозависимый еще, к тому же, да, а до этого был вообще в жутком там состоянии. Это велнос наш сделал. Так вот, они живут только на пенсию, они абсолютно пенсионеры, они живут только на пенсию. И они говорят о том, потому что они мозгами приняли велнос, они говорят о том, что им не жалко на велнос денег, потому что в аптеку, если что, придется отнести гораздо больше. И вместо того, чтобы покупать хлеб в магазине, лучше они будут покупать велнос-коктейль, который даст их организму все питательные вещества, которые им нужны в их возрасте, и которые позволят им вот так вот скакать и быть жизнерадостными, энергичными и здоровыми людьми на протяжении, в общем-то, всей своей жизни. Они пара, оба, в общем-то, такие заряженные друг от друга, и два пенсионера на двоих ребят они берут, да, то есть они берут и коктейль, и два велнос-пэка они берут. Это с двух пенсий, обычно пенсионеры, поэтому ничего не является дороже нашего здоровья, ничего не является дороже нашей жизни, да, и все заключается в нашей с вами голове. Все откоряки рождаются там, все заморочки рождаются там, и все дараканы живут там, да, если их не гонять дихлопосом. А дихлопос – это вот такие наши с вами планерки, да, это вот такие наши с вами ежедневные действия, это наша с вами энергия, это наше с вами понимание, самое главное, зачем. Зачем мне это нужно, зачем я это буду делать, и как я это буду делать, и для чего я вообще сегодня ввожу в себя вот в это вот напряженное состояние, да, с какой целью, что, какую цель я, конечно, преследую. И отвечая себе на этот вопрос, опять же, зачем, зачем мне это надо, да, да, я хочу стать, например, директором, да, я хочу стать золотым директором, зачем, зачем я хочу получить этот статус. И ответив себе на этот вопрос, у вас отпадут все сомнения, и вы просто начнете двигаться в четко заданном направлении, и у вас будут совершенно фантастически невероятные результаты, потому что вы приняли вовремя решение, правильно Тоня пишет, а потом узнаешь, что он давно в другой компании покупает БАДы, а говорил, денег нету, да, да, да. А все почему? А потому что там ему рассказали вкусно, и в его кошелечек не заглядывали. Это то же самое, как со списком знакомых, да, начинаешь научком работать, вот, не, 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 я со знакомыми боюсь, я не хочу, я сначала вот с незнакомыми людьми научите меня с незнакомыми, начинаешь им объяснять, что это результат отдаленного времени, что ты этих людей не знаешь, что это будет гораздо сложнее, он, нет, ну, я же знаю своих знакомых, они вообще никто, ничего, им не надо, этот богатый, этот, наоборот, слишком бедный, этот слишком занятой, у этого дети, и так далее, и так далее, и так далее. Проходит какой-то промежуток времени, наконец-то этот человек созревает своей головой над тем, что, ну да, надо со знакомыми, начинает им звонить, а знакомый ему на том конце говорит, боже мой, ты почему мне не позвонил 2-3 недели назад? Я только-только 2-3 недели назад заключил соглашение в другой организации или в другой сетевой компании, ребят, понимаете? А почему? А потому что там кто-то, кто его написал в этот список знакомых, не принял за него решение, там просто им сказали сделать, они просто сделали, позвонили этому человеку, дали ему выбор, человек сказал, да, мне интересно, и все, и начал работать, да? И когда вы уже наконец-то созрели со своим решением, что да, надо его позвать, он вас начинает ругать и говорить, а почему ты раньше этого не сделал, я бы лучше с тобой, потому что мне с тобой комфортнее, ты мой там лучший друг, родственник и так далее и тому подобное. Поэтому, ребята, я вас предостерегаю для того, чтобы вы не попадали в подобные ситуации, такие вот, знаете, ну, неприятная эта ситуация, да, неприятно осознавать, что этот человек будет расти и развиваться в другой совершенно компании. Представьте себе, в другой компании или в другой организации внутри компании, александр в другом проекте, да? Представьте себе, потом будете стоять на одной сцене и вдруг не в одном проекте. Ужас, ужас, поэтому давайте не будем до этого доводить, да? Мы будем звать всех быстро и помним, пожалуйста, о том, что самые легкие результаты – это быстрые результаты. Делайте результаты быстро, тогда у вас энергия будет аккумулироваться и еще больше будет этой энергии, да? И тогда ваше имя, в общем-то, будет звучать на всех вебинарах сначала у нас с поздравлениями, да? Потом на всех мероприятиях компании и потом на банкете директоров и потом за границей. Везде, везде, везде будет звучать ваше имя, потому что новые результаты все время чествуют, да? Поздравляют, награждают, чествуют. Вот. Ну, в общем-то, вот такую темку я вам хотела сегодня дать. Я рассказала про планирование, как я его вижу и как я планирую со своими новичками. Давайте мы с вами сейчас отключим запись. Продолжение следует...